Если он укусит, то это всё, это пипец, миндец. Всем привет, меня зовут Майк, вы смотрите мой ежедневный влог. Сегодня 43-й день, я только смонтировал 42-й день, поставил на рендер и поехал по делам. Друзья, кстати, кто не видел, у меня вконтакте на стене есть сообщение о том, что я покупаю поп-фильтр. Хочу себе заказать, потому что мне нужно, чтобы микрофон был в кадре, а в кадре я не хочу вот эту вот жёлтую колготку иметь. Поэтому я заказываю поп-фильтр. Кому интересно, пишите в личку, смотрите в сообщениях, могу и вам заказать. Вот, друзья, сейчас поеду по делам, потом к Алиске поеду, в общем, точно не знаю ещё все свои планы. Вот, ну всё, ладно, увидимся. Так, я сейчас дома, вот собираюсь ехать к Алиске, беру краски, у меня есть вот такие вот масляные краски. Сейчас вам покажу, ребят, быстро, вкратце, вот такие вот масляные краски. Это я когда-то рисовал Алиске картину на день рождения, может быть, я вам её покажу, если она у меня недалеко лежит. Вот, сейчас мы хотим нарисовать совместную картину, вдвоём, вдвоём, одну картину на двоих, в общем, вот так вот. Ну, вот беру краски, какие есть, там мы ещё докупим каких-нибудь, купим шпателей и кисточек. Этот-то есть у нас, господи, как он, холст. Ладно, всё, я просто тороплюсь, ребят, давайте, увидимся в машине. И так, друзья, я хотел вам показать, я у Алиска уже какие картины, пока она тут где-то в другой комнате. Вот эту картину она сама рисовала. Вот, вот эту вот я нарисовал, как-то подарил ей. Вот, это, в принципе, такая абстракция фруктовая. Это просто у нас холст, тут закрашен, что-то было на нём нарисовано. Здесь тоже что-то пытались нарисовать, но закрасили в итоге. Ещё есть холст свеженький. Я так полагаю, на каком-то из этих вот двух будем рисовать. Всё, Алиска подошла, сейчас предлагает вот этот холст. А есть ещё, а новый, он такого же размера, да? Или нет? Или немного не по формату там, который не распакованный? Давай прикинем? Он побольше. А, он побольше. Во. Чуваки, я вам уже распаковывал свою вот эту, свою супер-мега коллекцию масляных красок. А теперь давай-ка, Алиска, ты показывай нам свою коллекцию. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот это анбоксинг. Ну, нифига, ну, а ну это гуашь, а всё остальное масло. Ну, вот это ещё гуашь, да? Да, вот, но это не масло. Карандашики какие-то. Это пастель или эти? А, нет, московые. Московые, наверное. Газис, сколько у тебя? У меня поменьше набор. Вот эти буты. Круто, ну, короче, всё. Картина, считайте, уже нарисована. Пара-па-па-па-пам. А вот и мольберт, который я когда-то Алиске подарил. Что такое? По ткани. А, это по ткани? Ну-ка, контур по ткани зелёный гринс 725. Это типа акрил? Или что это? Это зелёный акрил? Ну, почему? По ткани он же обычно только акриловый. Есть просто всякие маркеры по ткани, всякие такие краски. Ну, акриловый, скорее всего. Да, акриловый. Можно взять и написать чуть-чуть. Ну, отстойло только чуть-чуть похвалить Алиску. Она у меня тут ещё карандаши, вытащила там все карандаши. Как и палитра, да? Палитра. Палитра. Это что такое? Это пастель. Пастель. И это что такое? Это что такое? Это что? Это что? Что это? А, акварель. Акварель. И фишка в том, что это всё использовалось в курсовиках практически всё. Нет, да, 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 да. На каком-то на третьем курсе, да, или четвёртым? В четвёртом. Первые три года. Первые три года. Жесть. Это всё пастель. Пастель-мастель. Пастель-мастель. Друзтель-мастель. А, Мазузель. Что, ещё? Ещё что-то? Боже, ты мой. Чуваки, в курсе, да, кто? Что это такое? У кого есть Икея в городе, то в курсе, что это такое. Это икейские карандашки, которые мы тырили оттуда, как дураки. И хотели собрать что-то из них, как из брёвен, знаете, домик какой-нибудь. Ещё что-то? Ну, показывай. Чуваки, будем собаке чистить зубы. Я знаю, это странно для вас, возможно, звучит, но... У него из пасти начало вонять. Ну так, по-доброму. Поэтому... Это, конечно же, не моя зубная щётка. Это Алискина была. Ну что ж, поехали. Пасть-то раскрывай. Потому что зубной камень у собак тоже... Ну, можно было, конечно, и без пасты это сделать, но... Ничего вредного от этого, я думаю, не будет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Главное клыки у него прям жёлтый. Тихо. Барни, стой. Видали? Если он укусит, то это всё, это пипец-мендец. Будет руке или чему там, за что, если он цапнет. Потому что такие клыки, они рвут плоть дико, я думаю. Ему, наверное, дёсна, ему неприятно, конечно. Тихо, стой. Но в основном всякая вот эта вот желтизна, она... Да, вот на клыках, вот. Прям вот если её видно будет, вот. Успокоился. Успокоился и терпит. Бедолага. Я надеюсь, ему не сильно больно. Пу-рум-пум-пум, пришло утро, пора на работу. Пора на работу, мы зубки чистим. Проверка, есть ли запах. Не поверите, зубной пастой пахнет. Его надо всего помыть, потому что после того, как триминговали, его несколько раз мыли, подшорсток начал расти, и он начал уже попахивать, да? Зуб, ты же типа пахивает. Еду, слушаю радио Маяк. Маяк радио, это самое, кстати, кайфовое радио, потому что прикольные ведущие все. То есть раньше Маяк был такой, это, ну, в советских времен, серьезное радио разговорное. А сейчас это такое, я бы сказал даже, это не молодежное, нет. Тут должна быть публика еще не взрослый человек, но уже не школьник. Вот как-то так. Завтра, кстати, будем с Алиской начинать рисовать маслом ту самую картину, которую я вам не показывал, на самом деле, что мы хотим нарисовать. Но завтра вы все увидите. Так, это у нас суббота, да, завтра? Я вот что-то с паштатами на этой неделе прям совсем, с этой переустановкой. У меня до сих пор, вот не поверите, серьезно, я с утра поставил на рендер вчерашний день. У меня нифига рендер не сделался. Из-за гребанных кодеков, из-за всяких там неустановленных, поставленных. Короче, это такой геморр, ну, просто жопский. Сейчас, короче, все разобрался, вот, пока ездил здесь, я поставил опять на рендер уже третий раз. Сейчас должно все нормально получиться, я выложу этот влог вчерашний. Вот. И, в принципе, можно сказать, из-за этого-то паштатам нифига не снял, потому что, ну, куда мне, я бы ничего не смог сейчас сделать. Поэтому, ну, правда, я и сценарий-то не писал. Так что надо писать сценарий, снимать паштатам, выкладывать и еще заняться тем самым проектом, о котором я вам не говорил, ну, намекал. Чуваки, я дома и решил поотвечать на ваши вопросы. Итак, ну, первым делом Айрат, Айрат, Айрат Салихов. Извини, если я неправильно называю твою фамилию, но спросил, как ты думаешь, станет ли моя прическа когда-нибудь... Да, нет, сейчас прочитаю, как он написал. Привет, Майк, клевый чувак, спасибо тебе, смотрю каждый день твои выпуски. Внимание, вопрос, как ты думаешь, моя прическа когда-нибудь обретет популярность среди молодежи? Я показываю прическу. Потому что, раз уж ты спросил, я думаю, ты как бы не против, если я покажу вот такая вот прическа. Айрат, если ты реально ходишь вот с такой прической, то, блин, увожу хотя бы, потому что, ну, это надо быть сильным человеком и перебороть все, всех этих, всю эту серую массу, которая говорит тебе, господи, как ты, что ты вообще с собой делаешь? То же самое с Чупом. Смотрят и думают, наверное, чё за фигня? Александр Семенюк, привет, сколько гитар у тебя было? Итак, гитар у меня было семь. Да, я уже просто до этого подготовился и прикинул. Из них это было, слушай, восемь даже, восемь гитар. Восемь гитар. Акустика первая, потом полуакустика, потом тримбита, потом фендер, который есть, это акустики. Теперь электро. Винтаж, это самик, стратокастер, потом какая-то китайская была еще, потом телекастер. Вот так вот, восемь гитар. Я не знаю для чего, но Евгений Соколов спрашивает, ты можешь просунуть мизинец в свою сережку? Никогда этого практически не делал, а может и делал, но неосознанно. Но вот, вот так вот могу. Зачем оно тебе знать-то? Итак, друзья, на этом странном, странном, странном вопросе я заканчиваю сегодняшний выпуск. Всем желаю отличного настроения. Студентов всех еще раз поздравляю с прошедшим уже праздником. Татьяна, тоже всех с праздником. Вот, буду сейчас упор делать на скрипты, на все прочее, и снимать новое, 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 новое видео. Все, всем отличного настроения. С вами был Майк. Покеда! Субтитры сделал DimaTorzok